Давайте начнем с того, чтобы вспомнить, о чем мы говорили на прошлой лекции. Чего было на прошлой занятии? Кто был? Расскажите, о чем мы примерно беседовали. Так. Дети. Когда Вашенька пройдет за одно занятие весь курс, а потом скажет, что все будет брак. Так. Да, окей. То есть, по факту мы поговорили, на самом деле, о градиентном спуске, об обратном, о алгоритме обратного распространения ошибки. Мы обсудили вот эту схему, что у нас есть наши данные, у нас есть какой-то блок. Мы пропускаем наши данные, применяя функцию f к иксу, получаем y. Затем нам на вход подается на обратном проходе градиент dL по dy, и мы по нему пытаемся вычислить dL по dx и dL по dv при помощи чейнрула. И потом мы можем взять несколько таких блоков, из них составить одну длинную сеть, и тогда, если на последнем слое мы сможем вычислить каким-то образом dL по dy, то мы сможем пропустить градиент до самого начала. То есть, фактически, сначала мы вычислим dL по dy, по нему мы вычтем dL по dx вот в этом месте. Это, на самом деле, dL по выходу этого слоя. По нему мы пропустим еще раз градиент, еще раз так дойдем до самого начала. Это, как бы, такая дополнительная задача. А где там, что-то, что надо было за единицу вычислить? Да, сейчас я расскажу еще раз про это. Вот, у нас такая побочная задача вычисления градиента функции потерь по входу, но она нам помогает дотянуть градиент до каждого модуля. Потом, когда мы дотягиваем градиент до текущего модуля, если мы знаем dL по dy, для него мы можем вычислить градиент по весам. Поскольку мы вычислим градиенты по весам, мы сможем запустить какой-нибудь алгоритм оптимизации, например, градиентный спуск, и подобрать веса, которые бы минимизировали функцию ошибки. Так, вопрос был про единичку. Да, мы обсуждали сейчас несколько часов назад с некоторыми ребятами, только это проще рассказывать, и давайте я пробую рассказать немножко по-другому, может, так будет чуть понятнее. Вот у нас есть наша схема, мы по x получаем y, потом у нас есть функция потерь, L, которую, например, среднеклористичную ошибку считают. То есть L, она принимает на вход y, это выход от нашей нейронной сети, и правильное значение t. По ним она, например, вычисляет, там, MSE, 1 делить на количество объектов, y минус t по норме в квадрате. Для вот этой функции, фактически она принимает на вход вектор, еще вектор, и возвращает одно число. Это одно число можем продифференцировать по y. Да, это будет 2 делить на n, y минус t. А n говорится в объекте, по которому я... Да, 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 мы просто усреднили ошибку по всем объектам. Так, вычислили градиент L, P, D, Y, и его уже подаем на вход в последнем слое нейронной сети. Окей? Сейчас я выживаю. Почему мы подаем на вход в последний слое? Ну, то есть последний слой ожидает D, L, P, D, Y. А, в смысле, право, право. Да. То есть фактически у нас есть нейросеть, которая возвращает y, и ожидает от функции потерь только D, L, P, D, Y. У нас есть какая-то функция потерь отдельно, которая возвращает скаляр, и ее мы можем напрямую продифференцировать. Это будет D, L, P, D, Y, там, равняется 2 делить на n, y минус t. Все, мы это передаем вот сюда, и пропускаем градиент. Нет, до самого начала. Мы тренировали нейросеть для задачи трехклассовой классификации. Там были какие-то три зоны. Первый класс, второй класс, третий класс. И надо было натренировать нейронную сеть и разделять их. Ну, соответственно, оптимально чего-нибудь такое будет. Все, что здесь первый класс, то, что здесь второй класс, то, что третий класс здесь. Да, почти. Если у вас там, допустим, 100 объектов, мы для каждого объекта предсказываем вероятность того, что объект пойдет в первый класс, во второй класс и в третий класс. Соответственно, у вас Y — это матрица размера n на 3. Каждая строчка — это голос за каждый класс. Последний слой у вас был линейный. Соответственно, эта штука, каждая компонента от минус бесконечности до плюс бесконечности. Теперь, мы же хотим максимизировать правдоподобие, значит, нам надо получить вероятности. То есть мы хотим сделать какое-нибудь преобразование, чтобы значение Y по срокам суммировалось в единицу. Для этого мы делаем softmax. На последний слой линейный? Нет, последний слой линейный. Теперь эта функция L от Y и T будет устроена следующим образом. L от Y и T — это фактически negative log likelihood. Сейчас я его распишу. От softmax, от Y и правильной метки. То есть что мы делаем? Сначала мы преобразуем Y таким образом, чтобы они давали нам распределение вероятностей. То есть мы получим, скажем, 0,1 за первый класс, 0,2 за второй класс и 0,7 за третий класс. Сумма единичка. Так? Теперь мы вычитаем negative log likelihood от этого. Это будет 1,9 на n количество классов. Сумма по всем объектам. Сумма по всем классам. Индикатор того, что правильный ответ для этого объекта — это C. C, то есть того, что T и T равно C. Логарифм P, C от P, C и T. То есть это что такое? Это результат применения softmax к Y. То есть вот это можно обозначить за P. Ответ на и T объект, C от E-класс. Да? Вот эту штуку мы дифференцируем по Y. Это мы делаем на семинаре, это делалось довольно просто. Получаем матрицу размера N на 3. И пропускаем вот как D, L, P, D, Y для нашей нейронной сети. Вот это то, что было на прошлом занятии. Мы рассмотрели еще три базовых слоя, из которых мы можем строить наши нейронные сети. Это линейный слой. Мы берем матрицу ISOFD, умножаем на векторное представление нашего объекта, прибавляем какой-то скаляр, какое-нибудь смещение. В данном случае это будет вектор, на самом деле. Второй слой — это нелинейность. Мы берем X и по элементу применяем какую-то функцию активации. В данном случае это сигмоида. И, наконец, мы рассмотрели слой, который называется softmax, который нам позволяет получить распределение вероятностей. То есть делал так, чтобы по какой-нибудь размерности элементы Y суммировались в единицу. В домашнем задании нам надо было вычислить градиенты для каждого из этих слоев. То есть по D, L, P, D, Y вычислить D, L, P, D, X и D, L, P, D, V в случае линейного слоя. Давайте на всякий случай еще раз разберем, как решается вычисление D, L, P, D, X для линейного слоя. Для остальных слоев все делается по аналогии. Смещение. Так, смотрите, да, вот у вас есть X, он имеет размерность, ну, скажем, N на D. У вас есть V, он имеет такую размерность, ну, скажем, D' на D, да, где D' это размерность выхода. И у вас есть B, это R, D, да, и мы пишем что-нибудь типа Y равен W точка dot, X, да, да, согласен, наоборот. У нас будет X точка dot, W транспонированная плюс B. Вот эта штука, тут никакого бродкастинга нет, вот здесь все нормально, здесь у нас получается N на D'. Вот эта штука, видишь, что здесь D' здесь N на D' и автоматически добавляет здесь как бы единицу сначала, а потом еще говорит, что давайте по этой размерности просто повторим вот этот B и получим N на D. И потом мы их сможем сложить. Дифференцировать, да, то есть проще вначале добавить, на формате столбить с ничью, и запомнить, что потом на формате уже просто его дидифференцировать вместе с... Да, разумеется, да, можно так сделать, так будет, возможно, проще. Так, окей, да, мы хотели продифференцировать линейный слой. Ну, у нас, в принципе, все записано, давайте только без питомовского кода запишем, что Y равен X на V транспонированное плюс B. Так, это делается в несколько этапов. Давайте сначала предположим, что у нас только один объект. То есть N у нас будет равно единице. Чего тогда? Мы хотим вычислить DL по DX. Допустим, по DX и Т. Чего это будет? Это будет сумма по всем выходам. DL по DY и Т, а, ЖТ, да, Ж от 1 до D штрих. D, Y, Ж, по DX и Т. А D штрих — это размерность, которую мы получаем. То есть на входе у нас вектор размер СД, а на выходе размер СД штрих. Вопрос какой-то? Так, DL по DY, ЖТ, это чего такое? Ну, вообще мы считаем, что у нас один объект, и мы дифференцируем… Ладно, давайте вообще… Ладно, давайте считать, что у нас вот так мы дифференцируем. Мы дифференцируем по Итому объекту ЖТ компоненте. Тогда здесь будет пока суммирование Y ката. Сейчас, давайте аккуратно напишем. Так, у нас Y — это тоже матрица размера N на D. Надо просуммировать здесь по K от 1 до N, по L от 1 до D штрих, DL по DY, KT, LT, DY, KT, LT, по D, X и T, ЖТ. Ладно, сразу в общем случае делаем тогда. Ну, давайте вычислять. Чему равно DY, KT, LT по D, X и T, ЖТ? Это еще можно помещать? Там, наверное, все-таки одно и то же будет получаться. Раз, да. В этом наборе, вот, все. Не понял. Если мы… Ну, если мы DY подрываем, дифференцируем, то там, знаете, если на XO может что-то меняться. А если мы DY по X, то там все равно V будет. Да, будет V. Да, то есть не важно, по матрице или… По матрице XO. Ну, да-да, здесь на самом деле без разницы. Да, справа. А вот… V, не совсем. Давайте напишем. Y, KT, L, чему равно? Вот у вас есть X, есть W. Значит, мы берем K-тую строчку в X-е и L-тую тоже строчку, да, так мы здесь транспонируем в W. То есть это будет сумма по какой-нибудь там, не знаю, T от 1 до D X, KT, DT, W, LT, DT. И мы дифференцируем по X и T, ЖТ. Значит, мы, во-первых, замечаем, что у нас K должно совпадать с I, так? Иначе мы получим 0. Давайте сразу выкинем суммирование лишнее. Сумма по L от 1 до D, DL по DY ИТ, LT, DY ИТ, LT по DX, ИТ, ЖТ. Так. Теперь мы дифференцируем здесь у нас I, здесь I. Мы дифференцируем по ИТ, ЖТ, значит, нас интересует только одно слагаемое, где D, T, где T равно Ж, так? У нас останется только слагаемое X, ИТ, ЖТ, W, L, Т, ЖТ. И фактически вот это слагаемое, это множество будет равен W, L, Т, ЖТ. Согласны? Так. Теперь смотрим. DL по DY и Т, L, Т. Вообще, DL по DY это что? Это матрица, да? Размерности N на D. Мы суммируем по всем L, берем W, L, T, ЖТ. Это очень похоже на матричное произведение. Согласны? То есть это очень напоминает, как если бы мы взяли DL по DY, который имеет размеры N на D, перемножили с W, который имеет с W транспонированным, видимо. Имеет размеры D на D штрих, если мы транспонируем. И возьмем и Т, ЖТ элемент. Окей? То есть получается, что DL по DY равен DL по DY умножить на W транспонированное. Вот нам не пришлось сталкиваться с четырехмерными тенсорами. Но если бы записали через четырехмерный тенсор, то получилось бы так же. Окей, понятно примерно? По DW и по DB делаются абсолютно так же? Там должно возникнуть проблема. Хорошо. А может быть вопрос про сигму и этот слой? Так. А мы получается мы считаем поэлементное умножение. Да, получится поэлементное умножение. Мы возьмем я не понял, там будет DL по DY и мы поэлементно домножим на сигму и на 1 нюн сигму. То есть два поэлементных умножения будет. Так, хорошо. Сегодня я постарался сделать как можно короче, чтобы мы успели сегодня в семинаре реализовать программку для классификации рукописных цифр. И начнем мы с того, что поговорим еще немножко про Backprop, а именно что делать с ветвящимися структурами. Например, нас будет интересовать структура вот такого вида. У нас есть X, потом нейронная сеть разветвляется на две компоненты. Одна делает что-то, другая что-то, и потом мы складываем два значения и получаем результат в таком виде. У нас есть функция X, мы получаем F от X, G от X, и Y это F от X плюс G от X. Мы так специально сделали? Ну да, допустим, у нас вот такая нейронная сеть. И мы столкнемся через несколько лекций с тем, что такие архитектуры часто используются. Ну, то есть условно у вас X это картинка, дальше у вас идет разветвление на две части. Одна обрабатывает, например, фон, другая обрабатывает передний план, дала какие-то свои предсказания. Например, у нас задача генерации заголовка к изображению. Вот это про фон скажет, что там вода, это скажет, что это птичка, потом мы сложим два этих вектора и получим информацию, что это птичка, которая летит над водой. Ну, то есть имеет смысл делать такие разветвления. Мы об этом более подробно будем говорить на лекции про современную архитектуру нейронных сетей. То есть мы сейчас использовали, что линейный слой сегмой, длинный слой сегмой, так уже мало кто делает. Есть более интересные архитектуры, которые дают лучшее качество и обучаются гораздо быстрее. Так, такие ветерщиеся структуры нас будут интересовать, нас будут инверсовать рекуррентные структуры. Допустим, берем X и применяем функцию F, одну и ту же, N раз и получаем в результате Y. Как вот такое дифференцировать? Еще можем захотеть один и тот же слой несколько раз используя в ней расти. То есть мы к XU применяем F, у которого есть параметры W, потом применяем какое-то другое преобразование G, а потом еще раз используем то же самое преобразование, которое было здесь. То есть тут сложность в чем? У нас W используется и здесь, и здесь, и стандартная картинка с блокпропом не будет работать. Поговорим о таких структурах тоже. Собственно, эти задачи разбиваются на несколько более простых, когда у нас есть несколько входов в ней и несколько выходов. Давайте начнем с того, что делать здесь у нас несколько входов. на самом деле тут все просто. Нам надо применять то же самое chain rule и вычтеть DL по DX1 и DL по DX2. То есть это делается абсолютно так же. Это будет DL по DX1, DL по DX1, а для DX2 будет по аналогии такая же схема DL по DX1, то есть то, что мы получаем от следующего блока, на DX2, то есть по второму входу. можно спросить по предыдущей слайде почему он не будет работать для буха V в ловке чипов в ловке. Ну вот здесь мы вернем DL по DX2, здесь вернем DL по DX2 и как-то их надо учесть, что здесь одни и те же веса используются. То есть здесь получится какой-то градиент, здесь какой-то градиент, их надо как-то скомбинировать. Не очень понятно, каким образом. Так, ну давайте попробуем попрактиковаться. допустим у нас F это плюс, то есть фактически Y равен X1 плюс X2. Какой-то будет градиент DL по DX1. Так, DY по DX1 чему равен? 1, то есть фактически будет просто DL по DX1. То есть отсюда пришел какой-то градиент и мы вопрос скопировали и сюда и сюда. Он получается одинаковый, что сюда и равен градиент, который пришел в следующее условие. Просто там Ctrl-C, Ctrl-V. Окей, а что будет для умножения? Да. Будет DL по DX1 равен DL по DX1 то, что мы получили отсюда умноженное на X2. Окей, а вот кстати такой вопрос, а что если бы у них были разные размерности? Тут как-то не состыковалось бы тогда. Да, правильно, тогда и умножить не смогли. Окей, теперь это было несколько входов, что делать, если у нас несколько выходов? На самом деле мы сейчас это уже применили, но давайте более подробно рассмотрим. Если у нас есть несколько выходов, мы можем нашу функцию потерь рассматривать как функцию многих переменных, где каждая переменная это наш выход. То есть мы будем рассматривать функцию потерь L как Y1 от X, то, что мы здесь получили, и Y2 от X. Потому что они потом в конце концов придут к одному числу. Как мы дифференцируем функцию многих переменных? Мы пишем, что производная DL по DX равняется сумме по всем компонентам этой функции, по всем аргументам этой функции DL по DY1 и, соответственно, по правилу дифференцирования сложной функции производная аргумента по аргументу аргумента. Мы суммируем DL по DY1 на DY1 по DX и то же самое для второй компоненты. Если у нас было N выходов, то здесь была бы сумма, вместо единичек здесь была бы Y и и и и и и наслечительная. Окей? Так. Давайте теперь поговорим про переиспользуем блоков. Вот мы используем здесь одну ту же функцию два раза. Потому что мы сейчас догадаемся, мы сейчас делаем небольшое преобразование нейронной сети таким образом, что мы сможем вычлить градиент при помощи вот такого блока. Вот вот такого блока, у которого несколько входов. лучше сделать с неравной сетью, чтобы сместить на зону? Да. То есть, значит, есть проблема в том, что мы используем веса в двух местах. Мы хотим использовать в одном месте. Мы можем расстроить выход того блока и один выход направить к треку, а второй выход направить через середину блока. не совсем. дифференцировать. Здесь тоже два входа. все. Мы умеем дифференцировать такую структуру. Окей, а чего делать для рекуррентных сетей? Да. То есть, сначала записываем его вот таким образом, что мы несколько раз подряд переменяем F и потом W выносим наружу. Все, мы научились рекуррентную структуру. Вообще, мы теперь умеем дифференцировать любые графы и это довольно круто. Вот. Ну, соответственно, в таком случае у нас градиент будет просто с суммой по всем временам, dL по dF тета, то есть тета преобразования на преобразование, на градиент преобразования по весу. Окей, вот вся архитектура, с которой мы сейчас познакомились. Окей, я говорил, что я буду лекцией теперь начинать с того, что все плохо на самом деле, что ничего не работает. Давайте посмотрим, что же на самом деле не работает. И начнем мы с проблемы затыхания градиентов и с проблем взрывающихся градиентов. Вот такая иллюстрация. У нас есть нейронная сеть, она принимает на вход 841 параметр, ну, вектор льны 841, и делает пять шагов, то есть пять комбинаций линейного слоя и сегмоида. Домножили на матрицу, пропустили через сегмоиду, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, пять раз, получили выход размером с 26. и вычитаем градиент. Что мы получим? На последнем шаге в среднем модуль градиента будет где-то 0,15. Переходим на шаг назад где-то 7 на 10 минус 4, то есть гораздо меньше. Что дальше? Здесь 1 на 10 минус 4, 1 на 10 минус 5, 2 на 10 минус 6, 6 на 10 минус 8. То есть вообще градиент почти нулевой. И если мы начнем применять градиентный спуск, у нас очень быстро будут учиться последние слои, но первые будут все еще давать какую-то чушь. И для того, чтобы обучить такую нейронную сеть, потребуется огромное количество шагов. Так, здесь градиент очень маленький и веса по факту почти не двигаются. Есть ли идея за счет чего такой эффект наблюдается? Ну, чем лучше тем больше связи прыгнул? Ну, так наоборот больше связи, больше информации, больше градиента. Ну, обратно же она агрегируется потом, когда мы... Мы умножаем постоянно число меньше липуницы. Так. Ну, мы поднейшим делаем. Там, ну, D или P3 постоянно умножали на что-то, ну, и оно запухает. Да, правильно. По факту у нас есть сигмоида, у которой очень маленькие градиенты. Ну, сейчас посмотрим, как это влияет на нейросеть. То есть, давайте на примере простой нейронной стимули, где у нас имеются слои и сигмоиды. Мы знаем, что после того, как мы пропускаем через сигмоиду, у нас значения лежат в интервале от 0 до 1. Как ведется от сигмоида? Ну, мы уже знаем, что ее градиент равен сигма умножить на 1 минус сигма. Это парабола по сигма. ее максимум в 0 достигается и значение будет 1 четвертая. Согласны? Ну, в 0, в смысле, признать равную 0. Там 1, 2 сегма равна, а градиент будет равен 1 четвертой. То есть, фактически, когда мы пропускаем градиент через сигмоиду, максимальное значение градиента, которое мы можем получить, это 1 четвертая. теперь, чтобы сейчас не возиться с огромными нейронными сетями, будем считать, что у нас каждое преобразование всего лишь один нейрон. То есть, x это скаляр, доложили на v1, пропустившие сигмоиды, получили скаляр и так несколько раз. 5 слоев. Давайте посмотрим, как будут вести себя градиенты. Мы берем, говорим, что z0 это x, дальше z1 это будет выход первого слоя, z2 это выход второго слоя и так далее. Начинаем делать алгоритм обратного распространения ошибки. Нам надо вычислить dl под dz4. Чему он будет равен? Ну, применяем chain rule, как и раньше. Это будет dl под dy, dy под dz4. dy под dz4 чему равен? Ну, производный сигмоида. Согласны? Множен на вес. dl под dy в данном случае будет, если мы используем MSE, равен y-t. y-t можно ограничить двойкой. Согласны? У вас y от 0 до 1, t от 0 до 1, значит максимальное значение, которое можно получить, это 2. Производная максимум может принять значение 1 четвертая. То есть фактически градиент по z4, по выходу, который мы получаем на четвертом слое, можно ограничить сверху значением 2 умножить 1 четвертая на w5. Можем дальше пойти к z3 и получить аналогичное выражение. То есть делаем все по аналогии, получаем 2 умножить 1 четвертая в квадрате на w4 на w5. Как думаете, чего будет для первого слоя? 1 вторая на 1 четвертую в степени количества блоков на произведение всех весов. Что мы можем сказать про такое значение? Что если у нас все веса небольшие? Это очень быстро к 0 до сойдет. А что будет, если у нас все веса очень большие? Допустим, больше 1 четвертой. Там наоборот все бесконечно суетет. То есть по факту у нас две принципиально разные проблемы. Либо у нас градиенты очень быстро затухают, прям реально экспоненциально к нулю, либо наоборот при больших весах градиенты становятся слишком большими. Когда мы работаем с маленькими сетями, это почти незаметно. много, да? А эгостика какая? Сколько весов норм? Сколько норм, а сколько немного? Ну, допустим, там 3 слоя норм, больше там уже не очень. Но по факту мы будем расслабить архитектуру, которых сотни тысячи слоев. Вот у них есть такая проблема, если не использовать какие-то хаки, чтобы бороться с затуханием и взрыванием градиентов. Вот. Соответственно, хороший способ для борьбы с взрывающимися градиентами это хорошая инициализация и с затухающими тоже. Мы об этом поговорим через несколько лекций. Пока немножко более банальные хаки и банальные проблемы, с которыми еще сталкиваются нейронная сеть. Давайте посмотрим, как нейронная сеть себя ведет в процессе обучения. То есть мы случайным образом инициализировали веса и выводим среднюю активацию после каждого слоя. То есть красное это то, что мы получаем после первого слоя. Синяя после третьего, черная после четвертого. Четвертый это последний слой. И по оси абсцисс здесь время. Ну, то есть количество обновлений градиентного спуска, которое мы используем. Что мы видим? У нас последний слой быстро разнуляет все выходы. Для чего он может это делать? нет, не совсем. Чтобы просто игнорировать входы. То, что вот предыдущие слои они же инициализированы шумом, по факту данные все теряются очень быстро за три слоя. И вход четвертому слою это просто какой-то шум. Там не содержит никакой информации о входе. Поэтому самый простой способ предсказывать в такой ситуации это вообще игнорируясь входа и предсказывать за счет вот этих смещений B. То есть просто мы можем оценить очень быстро что у нас допустим первого класса в два раза больше чем второго и всегда выдавать две трети на первый класс и одну треть на второй класс. Согласны? Именно для этого нейронная сеть быстро разнуляет веса чтобы игнорировать выходы предыдущих. А что нужно для того чтобы занулить активации? То есть покажем чтобы выход из сигмоида был нулевым. Для того чтобы сигмоида была равна нулю надо все веса сделать таким чтобы выход был минус бесконечности. То есть фактически мы как раз придем в область сигмоида где градиент нулевой и все и сеть просто застрянет. Из-за этой проблем можно как раз бороться с хорошей инициализацией. Так В смысле что можно сделать просто веса нулевыми и тогда мы тоже будем игнорировать входа. или немножко нет сейчас игнорируют вход за тем что это просто шум и мы никакой полезной информации не можем получить ну представьте что у вас есть какой-то вход x вы умножаете на матрицу у которой каждый элемент это какой-то сэмпл из гаусяны и вы можете сказать что у вас выход тоже будет гаусяной и вы ничего про него не сможете сказать то есть вы просто получите белый шум в итоге окей у нас данные с нашим или у нас просто шум поступает нет нам на вход поступают какие-то данные там x картинки потом первый ленин слой он что делает умножает на матрицу весов матрица весов пока просто случайно абсолютно случайно потому что мы инициализировали каким-то образом выбрав сэмпла из гаусяна например тогда вот эта штука будет в каком-то плане шум потому что допустим у вас средняя по x было 0 вы доножили на какую-то гусяну у нее будет средняя тоже 0 будет немножко другая дисперсия связанная с дисперсией x но на конкретное значение x мы смотреть в целом не будем понятно примерно называется шум задач правильно называется от того что нам только мешает то есть если в шуме не сидишь никакая информация нам надо его игнорировать но сам в не в не думает почему она занимается сам не может быстрее начать предсказывать хорошее значение для чтобы предсказ хорошее значение давайте просто игнорирую шум чтобы он никак не влиял на наши предсказания предсказ будем за счет соотношения размеров классов такая самая простая модель если нервная сеть ничего не хочешь учить довольно просто предсказ просто отношение размеров классов как первое приближение а потом уже постепенно вот даже видно что с какой-то эпохи активация уже выходит из нуля и она уже учит более правильное предсказание сам график хороший это абсолютно нормальный почему да но у вас прошло 100 эпох это вы там несколько дней подождали пока у вас почитать нейросеть это у вас если вы грусти на амазоне вы заплатили там несколько сотен долларов и внука ну да после сотой эпохи уже началась ходить ура проблема чистого времени мы хотим чтобы быстрее сходились нейронная сеть мы не хотим ждать 100 эпох мы хотим чтобы сразу хорошее качество получалось так давайте просуммируем что мы обсудили во-первых у нас есть взрывающиеся и затыхающие градиенты но кроме этого у нас огромное количество параметров у вас в каждом слое там сколько D-стрит на D-параметров у вас куча слоев вы очень просто можете переобучиться и фактически сегодня будем говорить о переобучении а о взрывающихся и засыхающих градиент мы будем говорить на следующих лекциях да во-первых нас будет интересовать предобработка данных смотрите как ведет себя градиентный спуск давайте нарисую картинку которую вы уже видели сто раз на примере скажем линейной регрессии у вас есть параметры x1 x2 предсказание y равняется x1 на v1 плюс x2 на v2 и функция ошибок это норма y минус target в квадрате то есть сэринг квадратичная ошибка для огнейной регрессии все стандартно это парабола ее линия уровня будет выглядеть как-то так мы начнем с какой-нибудь точки и начнем прыгать вдоль градиентов пока не дойдем до центра теперь давайте представим что у нас x1 и x2 одинаковые то есть мы просто придумали два признака они оказались постоянно равными то есть x1 всегда равен x2 тогда вдоль одного направления v1 v2 их изменение должно быть совместным если мы увеличим на единичку v1 а v2 уменьшим на единичку то ничего не произойдет у нас будет вырождена размерность и тогда у нас линия уровня будет просто вот так вот выглядеть как будет выиграть спуск для такой мы потратим огромное количество шагов на то чтобы сойтись к оптимуму согласны и поэтому у нас сейчас будет задача приметь такое преобразование чтобы минимизировать связь между признаками мы не хотим чтобы была какая-либо корреляция между ними так чем больше корреляции между x1 и x2 тем сильнее вытягиваются линии уровня и тем дольше сходится грязный спуск в идеале мы хотим чтобы вообще не было никакой связи чтобы они были независимые тогда у нас линии уровня будут выглядеть вот так тут надо еще сделать поправку на масштаб то есть мы условно если домножим x1 на 1000 то у нас вытянутся конечно линия уровня поэтому мы еще хотим в каком-то плане стандартизовать x чтобы например их дисперсия была единичная и всех признаков там получим вот такую картинку и по ней грязный спуск довольно-таки прост мы просто идем в одно направление окей и здесь сходимость будет очень быстро да да мы сделаем какое-то преобразование допустим вычтем там среднее еще какое-то преобразование сделаем но потом обратить можем мы сделаем предсказание такой моделью и потом сделаем все наши вот такие пре-простинг сделаем в обратном порядке если мы вычитали что-то мы прибавим если делили на что-то умножим ну допустим мы работали с x1 перешли к одной там десятой x1 и работа с такими признаками предсказываем моделью которая обычно на таких значениях ну ладно не совсем так просто все весь перепроцессинг в тесте надо будет тоже сделать до новых объектов то есть если вы предобрабатывали данные домножая на одну десятую то когда вам придет новый объект вам придется тоже на одну десятую домножить соответствующие компоненты какая часть тогда это очень плохо то что когда вы разбиваете интернет тестов как раз предполагаете что у вас будет одинаковое распределение в трене в тесте но это зависит от задачи если вы там временные ряды предсказываете это нормально и там нужны свои методы вот если вы работаете именно с таким задачей с которым будем сталкиваться в курсе вам именно надо разделить на тренд тест так чтобы распределения были одинаковые как в трене так и в тесте в смысле certified cathode или что ну есть да но это распределение по классу не может вот собственно наш план сейчас какой у нас есть какое-то распределение объектов тут x1 x2 мы вычтем среднее уберем корреляцию и потом снортизуем так чтобы они были распределены в каком-то плане как гусяна и это дело довольно просто среднее вычесть вообще просто всегда мы можем просто посчитать среднее по всей выборке и вычесть давайте подумаем что мы можем сделать с ковариацией если предполагаем что у нас среднее нулевое давайте возьмем x у него размер будет d на n и вычесть матрицу ковариации в этом случае это будет 1 делить на n на x на x распанированное это будет матрица размер с d на d которое показывает насколько сильно у вас коррелированы признаки оказывается что если мы возьмем эту матрицу обратим ее извлечем корень и домножим затем на наши данные то ковариация новых полученных признаков будет единичной то есть фактически у вас не будет никакой корреляции между соседними между вообще любыми признаками давайте это докажем значит что мы делаем для того чтобы доказать что ковариация единичная надо просто ее посчитать ковариация новой выборки это 1 делить на n на x крышкой x крышкой транспонированная что такое x крышкой ну здесь записано это ковариационная матрица в степени минус 1 2 умноженная на x ну давайте поставим что можем сделать с одной n 1 1 nt здесь сокращается здесь она должна быть по степени минус 1 2 здесь n минус 1 2 здесь 1 1 степени и они сокращаются согласны дальше если мы берем а умноженное на b все транспонируем это равно b транспонировано а транспонировано согласно для того чтобы транспонировать произведение матриц надо поменять их порядок и каждую матрицу транспонировать вот такое давайте этим здесь воспользуемся получим x x транспонируем 7 минус 1 2 на x это первое слагаемое первый множественный второй множественный будет x транспонированная на матриц ковырят 7 минус 1 2 то есть x x транспонируем 7 минус 1 2 согласны что здесь все сокращается до единичной матрицы корень такая матрица что домноженность а даст матрицу ну да ну то есть такая матрица квадрат который равен исходный ну смотрите вот это можно писать как мы можем x на x транспонируем записать как x на x транспонируем в степени 2 может на x давайте напишем что мы получили x x транспонированная минус 1 2 x x транспонированная x x транспонированная минус 1 2 вот это равно x x транспонированная в степени 1 2 еще еще раз на себя вот эти сокращаются вот эти сокращаются получили единичную матрицу окей то есть фактически давайте еще раз проговорим что мы делаем для того чтобы выполнить вот этот весь pipeline перетек от исходных данных к нескоррелированным и с единичной дисперсией по всем осям мы вычитаем среднее потом мы по полученной выборке вычитаем матриц вариации извлекаем из нее корень обращаем и домножаем на нашу исходную выборку в итоге мы получим данные у которых нулевое среднее и единичная матриц вариация хорошо так следующий хак довольно интересный называется аугментация допустим у вас есть маленькая выборка на которую вы переобучаетесь допустим вы пытаетесь классифицировать лица как мы на прошлой лекции говорили на мальчиков и девочек вы знаете что если мы возьмем изображение человека немножко повернем то это будет все еще человек того же пола давайте брать изображение лиц и немножко их вращать таким образом мы сможем увеличить нашу выборку и во-первых это уменьшит риск переобучения во-вторых это сделает ваша сеть в каком-то плане инвариантным к небольшим вращениям то есть если вам придет новое лицо под небольшим углом ваша сеть спокойно скажет что да все еще там мальчик и девочка кроме этого можем использовать другие преобразования например можем отражать изображение то есть мы возьмем подойдем к зеркалу посмотрим на себя наш пол все еще не изменится мы можем немножко менять цвет изображения то есть например каждый пиксель превратим небольшой шум это может симулировать изменение освещения если мы все пиксели сделаем немножко темнее то это все равно что мы зашли в темную комнату вот еще мы можем делать небольшие сдвиги мы можем брать лицо и немножко его перемещать по изображению таким образом мы сможем увеличивать нашу выборку до таких размеров как нам нужно и бороться с переобучением раз и два вырабатывать вырабатывать сновы ряданости к некоторым преобразованиям понятно ну да отражение да хорошее замечание просто отражение да хороший вопрос надо делать такие преобразования которые будут оставлять как бы в классе допустимых изображений например если мы знаем что у нас все изображения там могут быть немножко повернуты что у нас не все лица идеально стандартизованы то можем делать небольшие повороты то есть фактически надо делать такие преобразования чтобы оставаться в том же классе данных давайте еще вопрос хотя бы один по аугментации ну если вы возьмете изображение повернете его там на 180 град то есть вверх ногами такого изображения скорее всего выборки нет то есть если вы обучаетесь на изображениях лиц скорее всего людей фоткали они более-менее были вверх ногами ну в смысле типа вниз ногами так же сыграться можно то есть это зависит от выборки надо смотреть на выборку если там все более-менее наверх вверх головой то все нормально если у вас там нету изображения где голова внизу то такие изображения не стоит генерировать можно использовать только аугментированные например обычно это делается как вы берете вашу выборку на очередном шаге градиентного спуска каждому объекту применяете по одному преобразованию тогда у вас результат будет иметь там будет такое же количество объектов как и в исходной выборке и вы каждый как бы применили преобразование и так вы делаете на каждом шаге градиентного спуска то есть как бы тут нету соотношений вы просто каждый объект заменяете на аугментированный так много раз давайте еще один конец вопрос так во первых можем небольшой шум прибавлять к входу то есть допустим если это не знаю весу можем там в рамках одного килограмма мы же думаем что один погрешность мы можем какое значение минус единицы до единицы вы случайно прибавлять постоянно да бывает ну это уже зависит да во-первых можно смотреть на распределение если видеть что у вас при небольшом зрении там x1 не сильно меняется метка то может будет сделать но действительно в основном аугментация применяется именно для изображений можно еще делать интересную аугментацию для текстов вы можете взять текст и каждое слово заменить на его синоним в разумных пределах чтобы не получалась какая-нибудь каша там допустим одно слово каждый раз заменять на синоним так сложно текст аугментировать можно например если мы работаем с речью громкость менять так форму чего да можно да но тут есть небольшая проблема что это довольно тяжелая задача сама по себе то есть надо изменить приложение так что он все еще будет связано ну в общем есть проблемы с этим ну да это хорошая идея так окей дальше можно нейрон сеть регуляризовать вот это дело уже с линейными регрессиями вы можете мы добавляем к функции потерь лямбду умножить на консерегуляризатор например это может быть сумма квадратов весов это будет L2 регуляризация или сумма модулей весов это будет L1 регуляризация мы на семинаре в прошлом смотрели как L2 регуляризация помогает бороться с мультисклинеарностью помните у нас была такая надпись что мы рассматривали линейную регрессию и для нее решение оптимальное веса выражалось следующим образом это было x транспонировано на x минус первое x транспонировано на y ну такое было решение и мы сказали что эта вещь иногда вырождена матерская вариация иногда вырождена но однако если мы прибавим регуляризатор то решение будет иметь такую форму минус первое x транспонировано y и вот эта вещь уже никогда не вырождена ее можно всегда обращать то есть фактически если у нас были здесь признаки которые были абсолютно одинаковые что вело к тому что матрица необратима после того мы добавляем регуляризатор такой проблем уже нет окей в каком-то плане L2 регуляризация будет составлять веса быть как можно меньше то есть фактически нейронная сеть не будет уделять очень большие веса каким-то отдельным признакам то есть если мы очень сильно опираемся на один признак мы переобучаемся а если веса небольшие то мы уделяем как бы какой-то вес каждому важному признаку L2 регуляризация имеет свойство поощрения разреженных весов то есть может доказать что ей будет выгодно неважные веса занулять давайте посмотрим почему L2 это квадрат веса то есть если мы напишем здесь V здесь будет значение регуляризатора как будет вести себя L1 как-то так ну давайте чуть поаккуратнее нарисуем то есть что у нас происходит при очень больших весах при очень больших весах L2 больше чем L1 при весах меньше единицы L1 больше чем L2 то есть что это значит если у нас есть какие-то маленькие веса то при L1 регуляризации она будет сильнее штрафовать наличие маленьких весов чем L2 ей будет выгоднее их занулить согласны? ну на пальцах то есть идейно мы штрафуем гораздо сильнее маленькие веса поэтому скорее всего выгоднее будет их занулять можно строго показать так теперь мы говорили о сигмоиде и то что у сигмоиды очень быстро затухают градиенты давайте вместо сигмоиды брать какую-нибудь другую нелинейность на самом деле теорема общности точнее теорема универсального аппроксиматора говорит что на самом деле почти любую функцию можно брать в качестве функции активации давайте попробуем попробовать какие-нибудь функции например можем взять максимум из 0x как такая функция выглядит? как выглядит функция максимум из 0x? ну да давайте нарисуем вот x так значит если имеешь 0 будем получать 0 здесь x как дифференцировать такую функцию активации? вот в этих точках какая производная? 0 здесь какая производная? 1 а здесь? так да давайте посмотрим у нас как бы слева левая производная 0 правая производная 1 и есть такая штука которая называется субградиент то есть по факту это будет отрезок от 0 до 1 где это правая производная это левая производная для выпуклых функций можно определить субградиент и есть так называемый субградиентный спуск где вы в качестве ну как бы градиента используете какую-нибудь точку из субградиента например вы можете взять 0 вы также можете взять 1 фактически можно взять любую любое значение от 0 до 1 ну давайте возьмем 0 и тогда у нас градиент будет записываться таким образом 1 если x больше 0 а 0 если x не положительное здесь как видно нету проблемы затухающих градиентов да ну а быть да ну при правильном выборе шага будет сходиться да там нужно еще несколько предположений сделать но в целом да вот может вот такую функцию и на самом деле сейчас в нейросетях очень часто используют именно ее но можно использовать и другие например exponential linear unit она выглядит как-то так если положительное то это прямая а дальше мы не хотим чтобы здесь был нулевой градиент потому что там мы можем здесь застрять просто так как если нулевой градиент мы никак не двигаем веса мы можем сделать небольшое значение вот такое здесь будет всегда не нулевой градиент и мы сможем двигать нашу функцию окей соответственно у елу которая да вот так а релу выглядит вот так а еще можно сделать пи релу параметры к релу это будет прямая досюда с углом наклона 45 градусов а дальше с углом наклона альфа то есть просто немножко опустили а дальше можно еще пойти можно пойти еще немножко дальше можно сказать что альфа это параметр который мы будем обучать да то есть фактически нейронная сеть будет сама подбирать себе нелинейность то есть она будет варьировать угол наклона по отрицательной оси от нуля до минус единицы может и больше так как ей будет удобнее обучаться например на первых шагах чтобы не столкнуться с проблемой затухающих градиентов нейронная сеть может решить что а может взять единичный тогда у нас будет фактически композиция лейной функции и ее очень просто обучать потом потом постепенно альфа может например зановляться и мы будем исходиться к релу окей так у нас через несколько занятий будет лекция про метод оптимизации но сейчас я хочу немножко рассказать про резидентный спуск так мы будем пользоваться сегодня на практике значит что мы делаем у нас есть некоторая функция g от тета и мы хотим ее минимизировать по параметрам тета и будем предполагать что мы в каждой точке можем посчитать градиент то есть градиент по тета g от тета у нас задача сойтись в каком-нибудь локальном минимуме мы начинаем с какой-то точки и делаем какие-то шаги пока не сойдемся в какой-нибудь локальном минимуме градиентный спуск работая следующим образом мы стоим в какую-то точку вычитаем в ней градиент и делаем шаг на проверение айти градиента с коэффициентом это этот коэффициент мы называем темпом обучения и он очень сильно влияет на скорость сходимости если мы возьмем слишком большой это то мы будем просто выпрыгивать из локальных минимумов если мы возьмем слишком маленький это то мы будем очень медленно сходиться к какому-то локальному минимуму и соответственно нужен какой-нибудь баланс как подбирать это мы будем говорить на лекции про методы оптимизации пока нас волнует только одно то что мы считаем градиент по всем объектам если у вас выборка из миллионов из миллионов картинок каждый раз пропускать все картинки через нейронную сеть очень дорого поэтому мы хотим придумать какой-нибудь метод который позволял работать как бы в онлайн режиме нам пришел пришла новая пачка объектов мы вычисли градиент сделали шаг по ним и выкинули и так далее это такой подход есть и он называется фактическим градиентным спуском да можно так делать это хорошая идея да мы на лекции по методом оптимизации про это поговорим поговорим ну да обычно начинает с какой-нибудь большого темпа обучения при котором сеть едва ли не разрывает и постепенно уменьшаем там до нуля скажем или до какой-нибудь положительное значение небольшое 10 минус 6 слой окей так сокращающий градиентный спуск он у вас был в прошлом семестре какие функции мы оптимизируем сокращающим градиентным спуском не ну во первых не только непрерывно они еще должны быть дифференцированы я бы даже сказал непрерывно дифференцирован но не суть какой вид у этих функций то есть мы не к любой функции можем применять статистический градиентный спуск нет чуть по-другому мы рассматриваем функции которые представим в виде больших сумм других функций в случае с нейронными сетями каждая вот эта слагаемая это один объект это лосс на текущем объекте согласны? почему так давайте сейчас расскажу как применять для этого потом вы расскажете как применять для других в психотическом градиентном спуске мы выбираем одно слагаемое вычитаем градиент по ней по этому слагаемому и делаем шаг градиентного спуска опираясь на градиент идущий только от одного объекта но такая оценка градиента очень плохая у нее очень большая дисперсия и можно ее уменьшить за счет того что мы будем вычитывать градиент по нескольким объектам это называется мини-батч стахати градиентный десен можно выбрать например 100 объектов вычислить градиент по ним и сделать шаг на управление градиента оцененного по сотне объектов да нет объем выборки не совсем но тут надо смотреть так если один брать объект то у вас будет очень большая дисперсия у вас не будет меня сходиться если у вас если возьмите всю выборку у вас будет очень хороший градиент вы будете идти прям по градиенту да вот если возьмем всю выборку то мы получим бач градиент десент но он будет работать очень медленно градиент будет оцениться хорошо он будет стоять медленно и соответственно надо где-то посередине не ну в смысле где-то между нулем между единицей и всей выборкой то есть обычно это подбирать эмпирически вы смотрите на то насколько сильно у вас осциллирует график и выбирать такой размер бача чтобы график осциллировал не сильно окей но на осцилляцию еще может влиять неправильно выбранным обучения поэтому надо в каком-то плане совместного подбирать эти параметры ладно на практике все упирается в учительные ресурсы поэтому выбирают такой размер бача чтобы вы могли все позволить его пропускать через нейронную сеть так и раз мы начали говорить о бачах мы сейчас будем работать с бачами есть несколько таких советов по тому как готовить эти бачи во-первых рекомендуется перед каждым проходом по всей выборке данные перемешивать то есть вы перемешали выборку разбили на вот эти кусочки на бачи и потом делается кредитный спуск по каждому по каждому бачу прошли по всей выборке один проход называется эпохой еще раз перемешали и начали идти заново во-вторых если у вас очень много классов стоит генерировать такие бачи чтобы там содержались объекты хотя бы там какого-то процента класса например 20% класса если у вас задача тысячеклассовые классификации а вы можете позволить только 32 объекта в бачи нужно очень аккуратно решать какие объекты у него помещать потому что если у вас сеть очень долго не будет видеть например картинки с собачками то надо решить что собачка вообще не существует и это очень большая проблема вот еще одна идея которой надо пользоваться с очень большой осторожностью это то что можем показывать объекты на которых мы ошибаемся чаще допустим у нас есть какая-нибудь собачка на которой мы постоянно ошибаемся но непонятно почему давайте ее просто чаще будем показывать и нейронная сеть поймет в чем какую ошибку надо пускать на этой картинке в чем проблема в том что иногда объект размечен неправильно если от собачки на которой написано кошечка то от того что мы будем постоянно показывать собачку мы просто переобучимся на выбросы и это очень нежелательный эффект поэтому каждый раз когда вы выбираете какой-нибудь объект на котором нейронная сеть ошибается надо быть очень аккуратным возможно ошибается не нейронная сеть а ошибается человек который размечал объекты окей так мы на следующей лекции будем говорить о библиотеке PyTorch это библиотека для обучения нейронных сетей фактически все что вы делали в домашнем задании можно написать на PyTorch в 2-3 строчках а также подготовку данных сохранение модели загрузку модели все это может сделать очень быстро и просто сейчас нас будет интересовать из PyTorch загрузка данных так как мы на семинаре будем работать с новым задсетом хочется понять как быстро можно реализовывать подготовку данных то есть мы хотим класс который бы умел и сам батча готовить и перемешивать объекты то есть все делать по подготовке да сначала про PyTorch все-таки хочу немножко сказать для чего вообще нужен Torch Torch это библиотека написана на плюсах очень быстро работающая которая поддерживает работу с GPU по факту это тот же NumPy только поддерживающий работу на видеокарту синтакс у него примерно такой же как и у NumPy и очень с ним знакомиться очень просто если вы хорошо владеете библиотека NumPy в нем реализовано автоматическое дифференцирование это значит что вы можете написать какую-нибудь нейронную сеть или просто какую-нибудь последовательность преобразований и потом выселить градиент просто нажав и написав что-нибудь точку град под капотом будут происходить будут происходить те же вычтения о которых мы говорили на прошлом и на этом занятиях но по факту вам уже не надо будет заморачиваться о процедуре вычисления также там реализованы популярные слои там линейный потом еще поговорим о сверточных слоях и так далее реализованы оптимизаторы вот статистический гривенный спуск это далеко не самый оптимальный способ подбирать параметры нейронной сети есть более продвинутые методы такие как адам адаграт аддэльт мы о них тоже будем говорить они уже все реализованы в пайторче вот да 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 просто чуть более эффективно ну ставится он командой condo install тут никаких проблем не должно быть официальный совет у него пайторч.орг на перерыв я советую всем поставить эту библиотеку так она понадобится на семинаре так подготовка данных в пайторче буквально два слайда еще покажу есть два класса датасет и даталоадер датасет отвечает за то чтобы подгрузить с диска данные и фактически фактически все что нужно делать это возвращать один объект даталоадер же это уже написанный за варс класс который готовит бачи перемешивает объекты производит билотировку если необходимо и так далее как написать свой датасет вы наследуетесь от класса датасет и переопределяете три функции init lan и getitem в init вы делаете какие-то предварительные движения телодвижения например вы подгружаетесь с диска какой-нибудь тест свой файл переводите все в numpy array и так далее дальше lan должен возвращать размер датасета ну то есть довольно понятная функция а getitem должен возвращать там объект с номером индекс от вашего датасета то есть если у вас есть там датасет который является объектом класса mydataset то датасет в квадратном скобке это это объект из вашей выборки обычно происходит таким образом что вы загружаете картинку метку сохраняйте все в сэмпл еще возможно применять какие-нибудь преобразования к сэмплу через функцию transform которую вы передали в аргумент например это может быть функция которая нормализует данные ну тогда transform от x это будет нормализованное изображение вот и возвращает сэмпл ну здесь вы типа вставьте свой код сюда фактически здесь вы подгружаете объект и его метку причем только один с индексом индекс что зачем трекса нет с индексом все нормально будет у вас следующий класс это дата лодер он будет знать размер дата сета за счет того что мы переопределили функцию лен и поэтому он будет запрашивать объект он будет запрашивать от 0 до лен минус 1 все нормально с этим вот фактически последнее что осталось делать это обернуть дата сэп дата лоудер который будет готовить батч ну что нам нужно для того чтобы готовить батч ну во-первых размер каждого батч дальше нужно ли перемешивать и нужно ли параллелить ну что очень часто вам надо подгрузить очень много очень много изображений с диска и это просто хочется параллелить вы можете например распределить на 4 поток или сколько вам нужно вы можете там есть параметр вес каждого объекта то есть какой вероятностью будет выбран в батч тот или иной объект и вот это можно уже менять ну по умолчанию у всех у всех и сидится ну по умолчанию мы ну один день наверное да ну да да один да не только ну то есть они в каждом процессе будут обращаться к вашему датасету там брать датасет индекс например если у вас здесь какая-нибудь тяжеловесная операция по обработке изображения например там деление границ не знаю что-нибудь такое вот это все будет распараллельно ну да в каком-то плане можно возвращать там да можно для простых датасет использовать worker там один worker вот хорошо да есть вопрос да есть любые преобразования любую любую предобработку второго нужно возвращать дальше вы получаете дата лоудер а ну собственно самое главное как потом его использовать даталлодер будет будет генерировать вам итератор генератор в бутоне потом сделается что-нибудь for там x y in даталлодер и потом будете обрабатывать уже x и y таким образом как вам надо x это не знаю x из да 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 окей вот как так работают даталлодеры есть ссылка на туториал вот здесь если захотите посмотреть как делать как писать свой датасет и сейчас на семинаре мы попробуем реализовать нейронную сеть для распознания верхописных цифр а на следующий лекция мы подробно поговорим о том как использовать библиотеку paytorch для обучения нейронных сетей